Здравствуйте, дорогие соотечественники! 1 ноября 2022 года, время поостания 17.00. Тема сегодняшнего эфира о коллаборантах. Коллаборанты, я сейчас открою википедию, страничку. Предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа. Оказавшись при власти, коллаборанты в той или иной степени становились соучастниками преступлений нацистов. Такое определение википедии. Ну, с начала этого года в стране установлен русский оккупационный режим. Гауляй Тертухаев управляет нашей страной. Как он попал во власть, все знают. 28 декабря 2021 года, первый секретарь ЦК КПСС Путин произвел рокировку в Петербурге. Убрал с должности первого секретаря товарища Назарбаева и поставил Тертухаева. Ну вот, в январе провели спецоперацию. Ну, я опять не буду вот здесь лекцию читать про эту спецоперацию. Результатом этой спецоперации Тухаев стал безусловным руководителем нашей страны. Раньше его игнорировали, смеялись над ним. После спецоперации все воспринимают его всерьез. Вот русский оккупационный режим установлен. Принято считать, что коллаборанты, это значит, что только те, кто во власти находятся. Допустим, кабинет министров, парламент. Но нет, это надо рассматривать шире. Есть такое понятие, как гражданское общество. Общественные деятели, журналисты, юристы и т.д. Люди, которые не работают во властных институтах, и в то же время их нельзя называть простыми гражданами. Это посредники между властью и народом. Они имеют большое значение, их мнение. Они этим мнением всегда высказываются. Люди слушают мнение этого гражданского общества. Именно обращаясь к этому нашему казахскому гражданскому обществу, Булат Татабаев сказал, ненавижу казахское гражданское общество. Почему ненавидит? Потому что я это неоднократно говорил. Исключительно предатели в основном работают там, которые на виду, которых власть это всегда вытаскивает. Смы их крутят. Обыкновенным оппозиционерам, которые, диссидентам, людям, которые борются с этим режимом, гражданским активистам, смы не будут давать слово, их не идеологию распространять. А вот этих вот деятелей, там, Аскаржи Матилтаев, Дулат Исабеков, Ренат Заитов. Журналистам это будет. Ну вот 22 октября Татабаев провел награждение членов своей команды. Здесь я в фейсбуке, вот, ну, просматриваю всегда новости и видел страничку Гульбану Абеновой. И вот причиной вот этого видео было ее посты. Они побудили меня сделать вот это вот данное видео. Сейчас, это ее страничку зайдем. Гульбану Абенову, это известный журналист, русскоязычный журналист, еще с советских времен работает журналистикой. Сейчас журналисты разные, сейчас есть новоиспеченные журналисты, да, вот когда на волне этой, так сказать, демократии, пооткрывали каналы, инстаграмы и т.д. и т.п. и вещает из всех щелей. А это профессиональный журналист, который еще в советские времена работал, учился, прошло обучение. Так, и вот мы заходим на ее страничку. Вот она здесь делится новостью, что ее наградили Тукаев, фотографировали. Ну, здесь она досадует, что ее неудачно сфотографировали, вот, рядом, но не видно там, да. И теперь дальше вот она развивает свои мысли насчет этого награждения. Вот смотрите, она здесь сразу отмечает, здесь журналистская хватка есть. Сразу отмечаю, Хайрбек Сулейменов не все госнаграды собрал еще. За какое такое геройство ему Халка Хармана? Смотрите. Первый, значит, ряд Тукаев, здесь я сразу вижу, отмечаю главных прохвостов нашей страны. Это Дулат Исабеков, так, рядом Мурат Аузов и Хайрбек Сулейменов. Вот Хайрбек Сулейменов, друзья, это верно заметило, меня сразу бросилось. Это главную награду получил человек, не при делах, он не работает. За что ему такую награду Тукаев сделал? Так, вот мы заходим здесь в тень Герельюс, за тот день Тукаев подписал указ о госнаградах 22 октября. За выдающиеся заслуги перед республикой Казахстан звание Халка Хармана присвоено государственным официальным деятелям Хайрбеку Сулейменову. Какие вот последние годы, что он сделал? Это Халка Хармана, герой, народный герой. Это как герой Советского Союза. Это, знаете, что-то должен сделать человек. Что он сделал? Он там общественную организацию какую-то возглавляет, даже нет должности. А я знаю, что он сделал. Январские дни, этот подонок, Айрбек Сулейменов, агент КГБ, однозначно, все руководители силовых структур, комитет национальной безопасности, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, полностью криотура, ставленники Кремля, ФСБ. Там кураторы сидят. И здесь, в январских событиях Хайрбек Сулейменов сидел рядом с Тукаевым, работал с ним, организовывал, советником был. Вот за эту работу Тукаев наградил своего, по-казахски говоря, бажуху. Почему бажуха? И Тукаев женат на русской, и Хайрбек Сулейменов женат на русской. Это не означает, что все женаты на русских являются, знаете, предателями, кремлевскими, агентами, нет, конечно. Я на эту тему, лекцию писал, видео объяснял. Три причины, по которым казахи женятся на русских девушках. Первое, это есть с Кремля такая программа, установка по манкуртизации казахов. Всю элиту казахскую, вот Аллаш Адынцев, я постоянно пример проводил, правнука Алихана Букиханова, как сделали русским, да, неоднократно. Ну и других там, да, их специально берут под контроль, ведут, стараются, чтобы к ним попадались русские девочки. Улжаст Улейменов, вот такой деятель, да, масштабные личности, их берут, и у них женами оказываются русские. Это работа спецслужб. Так, вторая причина, это распространенно было в советское время, казахи понимали, что есть идеология великодержавного шовинизма, на все должности, в первую очередь идут русские, или близкие к русским, которые, допустим, вышли замуж за русского, или женились, ну, обычно женятся казахи. И вот такие, знаете, приспособленцы, казахи, женились на русских девушках, чтобы делать карьеру. Доктор Абакиров, Талат Мусабаев, Ермухаммер Терцпаев, вот это Нуфтай Абакаев, Кайрбек Сулейменов, вот это вот Плеяда, еще какие годы они, 60-е годы, да, вот они 70-е годы, они понимали, что если хочешь вырасти, желательно быть ближе к русским. И вот по этой причине они находили свою вторую половинку. Ну и третья группа, это молодой человек, любится девушку, там значения не имеет она русская, тунгусская или какой-то другой национальности. Поэтому здесь, чтобы люди не подумали, ержан какой-то русофоб, все, что связано с русскими, это воспринимает агрессивно. Нет, конечно. Вот смотрите, Кайрбек Сулейменов, я только что объяснил, почему. Человек не имеет должности государственной, ничем не заметен, да, вот в общественной деятельности. Мы же, видимо, да, обслеживаем ситуацию, несколько лет подряд не слышно, Кайрбек Сулейменов был, но он советник Тухаева, январьские дни оказался рядом, силовик, консультировал его, вот эти вот операции какие-то проводить, он на ушах у Тухаева, в кабинете они сидели, и вот по прошествии времени, 22 октября, он награждает агент КГБ СССР Тухаев, агента КГБ СССР ФСБ, Кайрбека Сулейменова, высшие награды Казахстана. Для общества непонятно, за что он наградил, я вот объясняю. Других причин для награждения Кайрбека Сулейменова, высшей награды нашей страны нету. Дальше пошли. За выдающее достижение социально-гуманитарного развития и производственной деятельности звание Казахстана Нейнбек Ере, присвоено видному писателю Дулату Исабекову. Ну, герой труда, да, это как раньше было, а, герой социалистического труда, тоже высокая, герой Советского Союза, потом идет герой социалистического труда. Дулат Исабеков, чем это заработал, это как деятель культуры нашей, писатель, драматург, Афсахал, авторитет, который еще во времена этого Назарбаева показывал характер, принципиальность, за это преследовался, за это Назарбаев его держал в ежовых рукавицах в черном теле. Но принципы его кончились ровно до прихода к власти Токаева. Возможно, Дулат Исабеков, да, был принципиальный человек, он надеялся, что уйдет Токаев, Назарбаев, и наступят другие времена, и он будет стоять до конца принципиально, и потом пожнет плоды своей принципиальности. Но он увидел, что поставили Токаева, и ничего умнее для себя не придумал, как поддержать. Тем самым продал свои принципы, продал, в этом прошлом году получал награду, в этом году я неоднократно разоблачал именно Дулата Исабекова как предателя коллаборанта. Всегда, ну и давайте ближнюю историю возьмем, я неоднократно это приводил, Ленин, Сталин, вот так тоже старались привлечь на свою сторону эти бандиты, головорезы, террористы, которые захватили власть в 1917 году, старались привлечь на свою сторону тоже писателей, драматургов, в частности, они взяли на флаг Максима Горького. Максим Горький от этих большевистских движений испугался, убежал за границу, где там лежал, но они его бегали, там ходоки, упрашивали и уговорили этого Максима Горького, Алексея Пешкова работать на режим, что он и делал, продал совесть и работал на режим. Вот здесь это, да, этого Горького, конечно, нашему писателю Исабекову как до луны пешком, но что есть, вот наши деятели все, и там кто дальше идет, Казахстан Ембегера, значит, Исабеков, а этому Мурату Аозову меньше орден, да, барр с первой степени, потому что он открыто не ходил, не агитировал. Мурату Аозову так поддерживает, видите, Тукаева против не выходит, ему меньше орден, а Дулат Исабеков прямо выходил к людям, к обществу, обращение делал, Тукаева давайте поддерживаем. Вот эти деятели культуры, которые владеют умами миллионов, должны владеть умами миллионов, так. Вот он Халхахармана получает, самый главный герой для Тукаева. Две божухи, обои женаты на русских, ну, вербованные, как и бочники, это сто процентов. Ну, и вот главный герой тоже, Дулат Исабеков, Мурат Аозов. Это приближенные, самые высокопоставленные сейчас в команде Тукаева, в команде гауляйтера, русского оккупационного режима, вот это коллаборанты, самые главные три. Дальше вот редактор журнала, поэт, орден Барреса третьей степени получает неизвестный юрист Серик Ахлбай, и, смотрите, Жахсабек Куликеев, общественный деятель, известный общественный деятель. Чем известен Жахсабек Куликеев? Это человек, который судили по коррупционным делам, по взяткам, он отсидел, вышел, но он дружил с этим Тухаевым, после отсидки не реабилитировался, судебное решение не отменилось, но Тухаев его награждает. За что? Он его друг, он его собутыльник. Вот эти сами награды, да, не это не сводится, их не ценность после таких награждений, после награждения подонков, если бы там был бы один принципиальный человек, принципиальный, даже если отстранится, вот то, что Тухаев, допустим, предатель, коллаборант, гавлятер, просто когда награждает подонков, предателей, ну, принципиальный человек, могу сказать, я не буду рядом с ними стоять, получать, потому что это противоречит моим принципам, но таких нет, там очередь. Орденом Парасад отмечены заслуги известных ученых, деятелей, так, вот смотрите, я этих сверху пропускаю, директор Казахстанской ассоциации блокчейн технологии Сапар Ахметов, вот здесь я остановлюсь, друзья, я не знаю этого человека, я в ходе даже не стал искать его, и вряд ли люди знают, но этот человек выполняет очень важную работу для двух чекистов, для Путина и для Папаева. Я уверен, я материал тоже ставил, вот это за развитием криптоиндустрии в нашей стране, вот эти фабрики они понастроили по биткоин, биткоин, да, вот это делают, во всех, на всех, прямо на территориях этих станций, электростанций, построили фабрики, биткоин производят, производят, и тем самым республике Казахстан нанесен ущерб в производстве электроэнергии, вот эти биткоин, производящие аппаратуры, компьютеры, они очень много расходуют электроэнергии, очень много, дефицит электроэнергии обнаружился в этом промышленности и вообще потреблении в рознице, да, для людей, из-за того, что вот эти Путин и Токаев развили незаконно, здесь криптоиндустрию, криптоиндустрию производят биткоины, эфириум, и зарабатывают деньги, бюджету ни копейки, вот смотрите, за то, что они развили эту промышленность такую, да, налог какой они сделали, один тенге за киловатт электроэнергии, это будет налог, это смешно, это смешно, и вот они посадили электроэнергию, да, теперь не хватает электроэнергии, мотивируя дефицитом электроэнергии, Путин заявляет, что Казахстане надо строить атомную станцию, и уже там проводят экспертизу, они будут это строить, планируют строить, они конечно не построят, много чего этот Шариков Путин планировал, но я просто обращаю ваше внимание, что вот этот человек, Сапар Ахметов, это член команды Токаева, он работает на его бизнесе, бизнес Токаева, он не покупает, как Назарбаев, там банки, заводы, фабрики, они вошли вот технично через криптоиндустрию, люди не понимают, что такое, люди не понимают, все завешено тайной, ты не проверишь, вот эти все энергопроизводящие станции, электростанции, да, они секретные объекты, туда не подойдешь, ты не увидишь там вот эти фабрики по производству криптовалюты, не допустят, комитет национальной безопасности строго охраняет, миллиарды долларов там, кажется, да, биткоин производили при цене выгодно было 2000 долларов, вот когда они вот в прошлом году развинули в два года Путин с Токаевым, если даже три года, до 60 тысяч долларов заходило стоимость биткоина, вот представляете, какую маржу ни одна наркоторговля, ни оружие по торговле такой доход не приносит, и в то же время эта криптоиндустрия приносит огромный ущерб нашей стране, ни один журналист, никто, ни юрист эту тему не поднимает, потому что за этим стоит комитет национальной безопасности, ФСБ сразу душат, не дадут никому, но вот вот смотрите, из-за вот этой вот казалось бы, что тут наградили, наградили, никто внимания этому не уделили, кто такой Саппар Ахметов, за что его Тухаев наградил, вот я вам объясняю, за что он наградил, этот Саппар Ахметов крутит миллиарды долларов в интересах Тухаева и Путина, какой процент, я конечно не могу определить сейчас, они имеют, конечно, львиная доля 90% имеет там Путин, Дальше двигаемся, председатель Бразилиума национальной промышленной палаты предпринимателей, да, палаты предпринимателей национальной, Атамикен, Раимбек, Баталов, ну это олигархи, это понятно, все олигархи это работают, никуда они не денутся, да, они будут, конечно, получать награду, они в команде, так, смотрите, здесь вот есть такой Галым Байтук, вот активный человек, там оппозиционер якобы, да, ну вот смотрите, как в этих кавычках оппозиционеров власть сама их сдает, награждает Галыма Байтука, так, ну и здесь крен мы видим сейчас, вот это Тукаев Орскал, это представитель русского мира, он в Сенат, в парламент, вот эти замминистра МВД ставит русских, своих хозяев Путина, русский мир он продвигает, вот здесь он актрису там русского театра крымская, директор филиала МГУ Александр Сидорович, так, ну и здесь председатель Духовного управления мусульман Казахстана, я эту тему тоже поднимал, на Урзбай Каже служит, служил верно этому Назарбаеву, Нур-Имамы вели работу идеологическую, я прямо говорю, вот люди даже не понимают, думают, вот Ежан критикует ислам, критикует имамов, что он против, нет, мы понимаем, я прекрасно понимаю, что Казахстан, это мусульманская страна, наши предки приняли ислам, ну какой ислам, мое возмущение в чем, какой ислам приняли наши отцы, деды, прадеды, какой ислам, и что сейчас проповедуют вот эти безграмотные, мало того безграмотные, а представители деструктивных религиозных течений, вот вчера только на домбре играли Бекулат Лухан, Мухаммеджан Тазабек, пили водку, плясали от души, раз здесь переоболи, стали благоверными этими мусульманами, не стали мусульманами, они проповедуют экстремистскую религиозную теорию, ваххабизм, салафизм, хотят людей посадить на колени, и главное в их этих проповедях власть дается от Бога, Назарбаев вчера, Тукаев сегодня, это тень Аллаха, надо ему поклоняться, мы не имеем права выступать против власти, вот что они проповедуют, этого на Урзбая хотелось вспихнуть, там команда этого Байбека, Булата Назарбаева, но вовремя ему повезло, Назарбаева самого кончили, и теперь он наладил контакт, ездил в Мекку с этим Тукаевым, по мечетям, вы помните, когда Назарбаев открыл самую крупную мечеть в Средней Азии, на Урзбай туда не пошел, он показал, что он теперь креатура Тукаева, вот Тукаев его награждает, это член команды Тукаева, вот все награжденные, и Ренат Заитов, ну сейчас дойдем, в член награжденных Ормед, директор театра Латав Ренат Заитов, ну он уже не первый раз награждает, Ренат Заитова, он свою роль сыграл в 19-м году, вот в этом спектакле, помните, я с ним дискутировал, можете посмотреть, там 800 тысяч или миллион человек посмотрело, да, я его разоблачил, его, этого, Кусанова, в 19-м году, 6-го июня, через 3 дня выборы, 200 тысяч человек, или сколько смотрело, до выборов, до 9-го, они все меня кушали, ты кто такой, чтобы критиковать нашего Рената, он борется с этим режимом, он батыр, все хайли меня, а после 9-го, когда он лицо, маску снял, 800 тысяч начали кушать его, поняли, почему он предатель, вот он сейчас получает свою маленькую кость, Ренат Заитов рассчитывал, что за эту работу ему дадут депутатам, он хотел, и хоть на рутан, ему разницы не было, хоть через кого там, ахжол, ну ему кинули косточку вот такую, сказали, вот эта косточка, директор театра, вот тебе машина под задницу, тебе должность, вот тебе медаль, да, хватит, так, дальше, ну и здесь вот там другие деятели культуры, и т.д., и т.п. наградили, вот эта вот команда, которая получает награду, смотрите, здесь не все, это людей, которые работают в масштабах республики на этот преступный режим, каждой области, сейчас 17 областей, три города республиканского назначения, есть свои коллаборанты, предатели, подонки, которые работают на этот режим, их почует, чувствуют местные акимы, местные власти, среди них, я сейчас не буду долго распространяться, вот здесь одного деятеля, фотография, вот, Нарлабек Куамбаев, Ерен, Ембегушин, Медальмен, Марапаттадам, хвастается, меня наградили власти, это кто такой, это Жиртуксановец, я разоблачал эту команду, тоже Жиртуксановцев, Жиртуксановцы, их 7 или 10 объединений, все руководители работают на режим, в свое время Назарбаева, сегодня на Тукаева, 22 тысячи общественных объединений есть, в Казахстане, в том числе, там, партии 6-7, эти ассоциации юристов, и т.д., и т.п., правозащитные организации, полностью все контролируются властью, вот эти недавно, когда, сейчас идут подготовки к выборам, вот эти вот общественные движения там выдвигают жигули какого-то, какого-то каракат Абдиен, вот эти общественные организации работают, вот этих клоунов, они для этого существуют, чтобы этих клоунов выдвинуть, а человек, если, допустим, адекватный, принципиально захочет баллотироваться, никто его не поддержит, мало того, даже когда действительно член команды одной из архитических группировок хочет без согласования аккорды проскочить, его не пропускает, вот простой пример, Олеган Айсар, это член режима, за ним стояли своими кланы, Нужан Атаев, это человек Тимура Полибаева, вот они хотели через общественное объединение Мухаммаз пройти регистрацию в качестве кандидата президента, не пустили, вот они там целую спецоперацию разработали, хотели техничный протокол сделали, но Жан Атаева, нет, вот эта фейковая организация собрала, провела собрание и сказала, что это собрание незаконное, суд подало, конечно суд выиграл, это незаконно, они не допустят ни в коем случае даже своих клоунов, которым была отведена определенная роль, для чего, для того, чтобы исключить какую-либо случайность, случайность, сейчас допустим, если Нужан Атаев мы знаем, провластный человек, но если он туда попадет, вдруг за него будут выдавать голоса, вдруг какое-то возмущение будет, чтобы это исключить, им нужны полностью подконтрольные, вот как Карахат Абдин, это жена руководителя, одного из руководителей комитета национальной безопасности, они будут делать ровно то, что говорит власть, вот кого наградили, а теперь возвращаемся к Гульбану Абедовой, да, она, значит, сетует, что ее сфоткали неправильно, она радуется, что ее, она не сознает, наверное, я вот смотрю, она очень грамотный журналист, Гульбану Абедову, надо дать должное, ну, русскоязычное, да, очень много материалов пишет, нужные материалы, разоблачает коррупцию, коррупционеров, там, вот этого Нурбек Саясад, министр высшего образования, она в кухарь разносит, там, других школах, там, Астаны, по-моему, где эти закупки делают, коррупцию там разоблачает, ее суд привлекает за это, она получает за это, да, проблемы какие-то, судебные издержки, но смотрите, вот, вроде бы она правильную работу ведет, вроде бы, да, борется с коррупцией, но есть пределы, за которые она, она себя определила, эта система определила, за которые она не выйдет. Субъектом ее разоблачения служат чиновники, министры, да, вот, министры она разоблачает, министра обороны сейчас, претензии, министра образования, ну и дорогим поменьше там, депутатам, да, но она не выйдет за определенные пределы, не будет критиковать свое время Назарбаева, и сейчас тем более Тукаева. Мало того, она вот, я вижу, она старалась попасть в команду, Дарьева Назарбаева ее награждала, она там тоже хвасталась, выставляла фотки с Дарьевой Назарбаевной, ее не тошнит никоим образом, ни от Дарьги, и ни от Назарбаева, а Тукаев, которого команда она прямо рвется, это же еще хуже, это убийца, это предатель, да, Назарбаев, если мы знаем там по Жанузейским событиям нарушение законов убивал людей, 60 человек или сколько, как вора, то Тукаев, это предатель, а это намного преступление тяжелее, убийца, который расстрелял мирных детей, мирных граждан, женщин, стариков, ничего про это не говорит, она не замечает, вот этой медальке радуется, как ребенок, и вот ход мысли я сейчас хочу вам показать, да, вот таких журналистов, я думаю, немало, если она, она себя считает очень высокоинтеллектуальным человеком, умным, критикует направо, налево всех, да, субъектом ее критики является, кто тут, субъектом ее критики, вот здесь, 22 октября, сразу вот стал Турсунбек Кабатов, емурец известный, самый дорогостоящий тамада получил орден, не стесняясь, спрошу, за что этого шоумена все время государственными наградами подчуют, подчуют написано, что он сделал для государства, бизнес не на шутках, бизнес на шутках на тему высмеяния казахов сделал, это круто, типа, стал одним из самых богатых людей страны, недвижимость не выступает, недвижимость его друзей, покровителей, ну вот она возмущается, за что наградили, вот она фотографии поставила, но я сразу хочу сказать, обращаясь к Глебану Абенову, Глебану наградили за то же, за что и вас наградили, за то же, что и наградили других людей на фотографии, потому что вы являетесь командой Тукаева, вы команда коллаборантов, опять поставить коллаборантов, кто такие, это предатели, сотрудничие с врагами своей родины, своего народа, Википедия, вы грамотные, так знаете, да, просто ваше сознание хочет принять то, что вам приятно, нужно, а то, что неприятно, ваше сознание, я смотрю, вас охраняет, вы возмущенны, что Турсумбек Кабатов получил награду, он делает ровно то же, что и вы, вы поддерживаете Тукаева, вы пропагандируете Тукаева, на всех уровнях Турсумбек Кабатов, да, сейчас команда его, жена, да, они за это получают не только медальки, миллионы, сотни миллионов тенге, и все вот эти вот люди, которые получили, то, что мы видим эти медальки, то, что фотография с Тукаевым, то, что потом они могут звонить любое время Акиму, отдел внутренней политики по своим вопросам, они получают крышу, зеленый светофор, если где-то там Тукаев, вы возмущаетесь, там, его водитель сбил, убил, там, или кого-то там, не помню уже, человека, один звонок Турсумбек Кабатова, кому там, Акимате, там, есть люди ответственные за это, они сразу все решают, и у вас такое же прерогатива Гульбану Абенову, у вас там сын теннисным кортом занимается, я не знаю сейчас, платно занимается, или спонсоры нашлись, я здесь не буду ничего даже спрашивать, но, то, что вы в команде, я вам сейчас покажу, что вы работаете в команде, если вы уже, глаза замылены, вы уже не видите, да, со стороны видней, вот, давайте на вашу страничку зайдем, за что Турсумбек, Кабатова дают награду, ровно за то же, что и за, вы получаете, за пропаганду, Тухаева, этого фашистского режима, ну, вот здесь вы возмущаетесь, Кабатова сцепили, жену его там, это показываете, ежегодно награждает его, потому что правильно он ежегодно трудится, Кабатов, на этот режим, вы такая наивная, вот, надо награждать достойных людей, а почему Тухаев будет награждать достойных людей, его понимание, достойные люди, это те, кто ему служит, кто раболепствует перед ним, кто работает на сохранение этого режима, ему не нужно там пожар тушить, или там что-то, геройство какое-то, а вы такая наивная, не понимаете, да? Вот вы уже смотрите Гальбану, вам какую роль отводят, сейчас это проводит агент КГБ Тухаев, спецоперацию, выборы, и там эти фейковых, невзрачных людей выставляет, кандидатами, ваша роль таких журналистов, теперь их высмеивать, показывать, что они вот ограниченные, тупые люди, что вы и делаете, и вы ничего не говорите про Тухаева, не хвалите его, не критикуете, но вы работаете вот по этим сейчас целям, фейковым оппонентам Тухаева, не изводите их авторитет на ноль, а не вынет, конечно, правильно, тут ничего не скажешь, вы показываете, но это нужно Тухаеву, чтобы на этих выборах люди случайно не проголосовали за, вот ваша страницка, вы якобы там случайно, да, ставите от этого клоуна, вот этого клоуна, что, идиота, типа, что, мы за этого идиота, что ли, будем голосовать, ну, ваш такой, посыл идет, знаете, мы за этого идиота, что ли, будем голосовать, мы за того, идиоты будем, что ли, голосовать, лучше Тухаев, да, вот ваш месседж идет, скрытный, вот, следующий материал ставите, там, про каракат, обден, надо ее не звести, авторитет, втоптать, которого нет, в принципе, я тут не спорю, какой авторитет может быть у клоунов, вы отстреливаете, вот этих оппонентов, роняете их, ну, вас сейчас везде уже крутят, вы сами заметите, да, на ток-шоу, на это, вы нужны, этому режиму, именно поэтому, вас сейчас выдвигает на экраны, средства массовой информации, вот, 24 октября, вы следующий выставляете, пост, Жигули, опускаете, ну, как может быть президентом, вот такой вот идиот, правильно, да, чтобы показать, какой детсилач, разломали сначала кость, посмотрите, ближе, полоску, видна даже трещина, ну, это зачем это делается, это делается, чтобы вот идиотов этих показать, что они, и они претендуют на пост президента, вот здесь вы участвуете, форум международный прошел недавно, фейковые новости, да, опять, миллиарды тенге, вы там сколько потратили, и вы там участвовали, и про фейковые новости, речь ведете, что якобы они мешают, вредят обществу, ну, вы, если принципиальный журналист, вы же не поднимаете тему, что вот я, по материалам этого ставил, видео свое, что такое фейковые новости, фейковые новости, это когда, Тухаев 5 января, разыграл спектакль, что на Астану напали, на Казахстан напали, 20 тысяч террористов, убивает военнослужащих, двоим отрезали головы, так, насилуют, вот это, Айман Умарова, Абзал Куспан, это те люди, которые вместе с вами получали награды, вот эти, команды Тухаева, вот они распространяли эти фейки, но вы ни слова не сказали, что Айман Умарова, Абзал Куспан, начальник департаменту, вот он делал Алматы, Таймирденов, и президент Тухаев, создали фейки, и распространяли фейки, в моем канале, можете посмотреть видео, вы три дня, за народные деньги, там сидите, болтаете, демагогой ведете, о каких-то фейках, тогда как главный фейк, был в январе, и его сделал, Тухаев, и на основании этого фейка, мотивируя этими фейками, он вводит войска, убивает сотни мирных граждан, у вас нет ни одного поста, на эту тему, ни про Айкуркем, что связь прямая, что это Тухаев дал приказ, нет, зачем, вам ордена нужны, вам нужно ровно то, что нужно и другим коррупционерам, которых вы критикуете, нужны блага, от этой власти, и вы готовы терпеть все, мало того, не то, что терпеть, вы работаете на этот режим, ну вот, как бороться с фейками, и распространять лживой, ложной информацией, как бороться, режим надо менять, в первую очередь, а не ерундой заниматься, ну вот, вы постоянно заблочаете, еще раз, Нурбек, Саясад, Нурбека, других коррупционеров, вот тех, я не спорю, это надо делать, ну, надо быть, если ты принципиальным, принципиальным, во всем, наверное, да, или это как-то, я не знаю, но я здесь четко вижу, вы не просто там это критикуете, вы вошли в команду Тухаева, вы сами не заметили, может быть, вас понесло уже, вас сейчас везде приглашают, потому что вы свой человек, вы человек команды Тухаева, команды предателя, гаулятера, русского оккупационного режима, а то, что вы еще критикуете там, коррупционеров, это роли уже не играет, вы сами сейчас стали коллаборантом, вы сами стали предателем, предателем, ну, вот, вы здесь, это, карахат, обден, или как ее, фейковую кандидатку, опять опускаете, эгоистичный лозунг о своих шкурных интересах, пусть мне повезет, заявляет, а мы, а нам, извините, что мы есть, и при чем тут везение, нет никакого посыла для народа, нет ни малюсенькой заботы о нем, или интереса о его нуждах, зачем вы это делаете, не дай бог, люди проголосуют за эту карахатку фейковую, за эту жигули, и там, кто там еще, за этих фейковых, игроков, актеров, вот, задача ваша, ваша задача, их очернить, чтобы народ, не дай бог, за них не голосовал, вы здесь, исполняете свою роль, свою задачу выполнять, вот вам за это награды, я уверен, там не ограничивается, вот это вот, друзья, вот поймите, когда, вот этот режим, в свое время, Назарбаев, а потом, Тухаев награждает своих активных сторонников, это не ограничивается медальками, обычно идут финансовые потоки, вот все члены правительства, парламента продажного, они получают не только там должность, машину, кабинет, соцпакет, зарплату высокую, нет, они все сидят в нацкомпаниях, вот сам РУК, Казна, Энерго и т.д., Совете директоров, миллионами, каждый месяц получают оттуда еще бонусы, зарплаты, миллионами, все, и Акимы, и депутаты, и члены кабинета Министерства, ну и вот эти деятели, вот этот, Дулат Исабеков, Асхаржу Мадилдаев, они тоже получают деньги, на издание книг, на какие-то, вот Турсумбек Аббатова, зайдите на Глюбану, Авенову страницу, она разоблачает Турсумбек Аббатова, как Акиматы выдают ему контракты, без тендеров, сотни миллионов тенге, на разные проекты, таким образом, только Турсумбек Аббатов, там, миллиарды тенге, с бюджет и бюджет, осваивает, и ему за это ничего не будет, никто его проверять не будет, потому что он командой, и все, кто работает на режим, они, кроме медалек, получают материальные блага, так вот, Глюбану отстреливает, Арахат Абдин, чтобы, не дай бог, народ вдруг, не это, не знал, не стал за нее голосовать, народ должен голосовать, за Тукаева, не за этих клоунов, вот задача стоит перед Аббеновой, вот следующий пост ваш, Глюбану, форум студентов, да, вас сейчас будут везде, вывозить на форумы всякие, студентов, молодежью, и здесь вот фотографии, вот сидит Алихан Байменов, это предатель, это троянский конь, который Назарбай в свое время запустил в оппозиционную среду, он там произвел диверсию, сидит, на государственных этих потоках, тоже получает свою долю славы, материальные блага, команды, член команды тоже, Алихан Байменов этот, вы не зря там оказались, вы не случайно там оказались, вот Глюбану, вы все время критикуете Саисата Норбека, вы прямо как бульдог вцепились в него, но вы не задаетесь вопросом, кто его поставил, он же с неба не свалился, Тухаев поставил, зачем, ему нужна, ему нужна вот эта крыса, чтобы бывший работник, начальник отдела внутренней политики, который себя показал, как верный пёс этого режима, он будет подавлять инакомыслие, чтобы среди студенчества, среди науки не возникало инакомыслие, чтобы, не дай бог, туда заходили какие-то идеи, демократические идеи, какие-то установки, нет, этот внук имама, внук муллы, сам себя называющий этим ваххабитом, или кем он там, приверженцем, да, он выполняет там свою диверсионную работу в науке, образовании, министр науки, высшего образования же, вот он там ведет работу, а вы там мелкие, там что его дети учатся, где-то там за границей, там за эти вопросы поднимаете, а вот ту задачу, которую перед ним ставит Тухаев, вы не видите, видеть не хотите, вот у вас, вы всыпились, он на вас подал суд, здесь уже личное пошло, а выше, выше, вы не хотите этот вопрос поднимать, вы как, в основном, вот это я вижу, самые, это как блоки, которые выше определенных проделов, вам прыгать запрещено, вот вы следующего кандидата, отстреливаете, вот его руководитель штаба, его показывает, Абил Кекельбаев, это сын Абиши Кекельбаева, вы вытаскиваете фотографии Абиши Кекельбаева, говорите, что он, видите, какой прохвост был, целовал руку, потом после этого стал председателем, председателем Мажлиса, да, он там, по-моему, был, не хвалите, не пиарите, но не критикуете, у вас тактика такая, только я его не трогаю, а его оппонентам гасить, тушить, ломать, стирать в пыль порошок, ну вот, я в шоке от руководителя штаба кандидата президента Кажикена, его зовут Абул Кекельбаев, судя по фотографиям, Абиши Кекельбаева, этот молодой человек, возможно, является внуком известного писателя и государственного деятеля нашей страны, так, мне с женщинами легче ладить, когда они на кухне у плиты, штаб кандидата президента Кажикена, опускаете этого Кажикена, да, вы параллельно работаете, ведете правильную работу с коррупционерами, там вот бывший вице-министр вышел на свободу через два с половиной месяца, штраф заплатил, здесь никаких претензий как журналисты вам нету, но в чем дело, проблема в чем, вы на расследовании вот этих коррупционной системы нашей, да, материалы ставите, поднимаете свой авторитет, набираете армию подписчиков и в нужный момент вы весь свой авторитет пускаете на работу на этот режим, вот в чем ваша задача стоит, да. Ну, здесь у вас материалы из арсенала желтой прессы, скандал нужен, чтобы подогревать интерес к журналисту, к изданию, да, вот здесь вы скандал раздуваете, Торжан Хожалиеву, разоблачаете, ну, может быть, еще и женские терки у вас, но в любом случае, это тоже способствует популяризации вашего издания. И вот здесь я смотрю тоже профессиональный подход, вот вы раздуваете скандал, вытаскиваете Ольгу Шишигину, ее конфликт там с кем-то, и здесь я сейчас вижу, такой тренд пошел, Тухаев поднимает вот эту межнациональную тему, вот Мухаряков, там, другие, там, он судит в нескольких городах людей русских, которые высказываются в отношении казахов, казахского языка, критикуют его, высказывают это там суждение, которое вступает в конфликт с уголовным кодексом, а здесь вот, чтобы отвлекать тему общественного внимания, вот, вот я всегда говорю, главная тема общественного внимания, которая должна быть, это январские события, общество должно держать главным событием повесткой дня январские события, пока преступники не будут привлечены к уголовной ответственности, пока Тухаев, его команда, все не будут привлечены к уголовной ответственности от страны на атласе, посажены в тюрьму, да, а что делает власть, все СМИ используют для чего? Для того, чтобы формировать другую повестку дня и другие новости, скандалы какие-то. И здесь вот этот ваш наезд на Ольгу Шишегину я вижу не просто как, знаете, вы как будто борец за казахов, что она там казахов ущемила. Казах ущемил Тухаев, ущемляет Тухаев, Мухаммед Ерцбаев, министр обороны Жахслыков, они все против казахов работают, но вы про них слова не говорите. Вы берете какую-то сотую, двухсотую по рейтингу себе поставить, что казах где-то ущемил, я не знаю, насколько Ольга Шишегина ущемила, и вы раздуваете. Здесь аудитория, внимание, смотрите, почему я так утверждаю, потому что как вы пост поставили, на второй день мы все подхватили и начали раздувать вот эту вот тематику. Ольга Шишегина, шавинистка, центральный спортивный клуб армейцев, она ущемляет казахов. Казах ущемляет в парламенте, в правительстве, администрация президента, вы об этом слова не говорите. Это человек, который где-то двухсотый или трехсотый в рейтинге, может быть, ущемило, да, вы ставите на первое месте и раздуваете, чтобы общественное внимание на это сконцентрировать. Чтобы никто не говорил про преступление Тухаева, вот такие фейковые новости, где-то правда, где-то полуправда, и люди должны на это тратить время. Мухасранов или Мухаряпова пять дней держали общественное внимание на этой новости. Ничего, есть совы единого не стоит. Он тысячной доли не сделал, что сделали депутаты, которые ввели войска, карательные войска российские правительства, Тухаев и другие. Якобы возбудили против этого Мухаряпова уголовного дела, я знаю, никакой судебной перспективы нет. Это все фейковые новости. Вот вы формируете фейковые новости. И с Мухаряповым, и с этой Ольгой Шишигиной. Ольге Шишигиной ничего не будет. Я не знаю, если она окажется, конечно, белорусской или украинкой, ее там покушают, ее уберут. Но если она русская, то русский мир ее не даст. А ваше вот это вот шоу, это будет только просто замыливать глаза, менять повестку, общественное такое внимание на это тратить. Как в случае с Мухаряповым, вот пять дней держали ровно, обычно новости держатся день, два, три. А Мухаряпового три дня, пять дней раскачивали. Здесь Шишигину сейчас вы раскачали не только вы, в команде выдали, и сразу все СМИ подхватили, и понеслось. Это вы работаете на режим. Казалось бы, разоблачая какой-то шовинизм, я только что объяснил, почему, что такое шовинизм. Шовинизм против казахов осуществляют депутаты нашей страны, правительство и этот Тукаев. Здесь вы опять материал ставите, видео вытаскиваете, Шишигина говорить не может, Шишигина то, Шишигина сё, а дело с ней так. А Тукаев, что ли, может говорить? Может, другие министры могут говорить на казахском языке? Никто не может. Но вы это не замечаете, потому что задача не стоит. Задача стоит просто фейковую новость сейчас раздуть, и чтобы общественное внимание на этом концентрировалось там. Особенно национальное. Там КМБ, ФСБ знают, две темы заводят людей. Межнациональное и религиозное. И в нужный момент они их запускают. В данном случае с помощью вас запустили. Вот этот материал, который вы подняли. Ну и вот понеслось. Халхуно, и т.д. и т.п. Вот, следующее издание, РАСТ-КЗ какое-то, раскачивает тему Шишигиной. Здесь вот вы начинаете в интересах режима работать Мухтара Аблязова, этого оппозиционера. Очернить надо, надо дискредитировать его. Я раньше, честно, не видел, чтобы вы политические темы такие освещали там. Ну вот сейчас электоральный период, и вам надо дискредитировать Аблязова. Здесь вы ведете свою работу по дискредитации Аблязова. Ну вот, Грибану, я показываю, чем вы на самом деле занимаетесь. Может, вам не видно, человек там, ну, зароется тематику, не видно, да. Но со стороны виднее, чем вы занимаетесь. И когда вы возмущаетесь насчет того, что Хабатова наградили, или там еще какого-то подонка, вы не возмущаетесь. Это члены команды Тухаева. Вы вместе делаете одну работу. Вот, дорогие соотечественники, дорогие друзья, делайте выводы. Тема коллаборантов сегодня поднималась. Тема журналистики, тема предателей. Опять же, Грибану Абенова, как журналист, профессионал, даю высокую оценку. Но работает она не только в интересах народа, как мы видим, а в первую очередь в интересах режима, за что и получает награды. Казалось бы, нонсенс, да, как этот человек раскрывает коррупцию, работает с этим. Но именно так заточена система. Работает правильно, разоблачает коррупционеров принципиально, набирает авторитет, собирает аудиторию, а потом вместе с этой аудиторией, со своим авторитетом, идет в услужение к режиму. Два или три года назад я разоблачал Ермурата Бапи. Прямо там они съезд проводили, Ермурат Бапи выходит, разговаривая с Жамбалатом Амайем. Там вот эти полезные идиоты, наблюдатели, съезд проводили. И этот тоже агент спящий, КМБ, Ермурат Бапи, говорит, Жамбалат, сейчас не беспокойся, вот этих всех мы и соберем, руководителей, этих наблюдателей, мы завернем, будут работать на тебя. Они сейчас нарабатывают авторитет. Вот такая ситуация. Я когда разоблачал Ермурата Бапи, мне тоже говорили, кто ты такой и кто такой Ермурат Бапи. Ермурат Бапи 25 лет, журналист, оппозиционную газету держал, держит, трудится на благо народа. Но смотрите, вон заходит Крултай, он заходит сейчас в команду Тухаева, открыто, открыто декларирует свою поддержку Тухаева. О чем и речь? О чем и речь? Да, 25 человек ходил, набирал авторитет, но в нужный момент они работают на своих хозяев. Государство, которым главный инструмент политики, это государственный терроризм, его так и называют, террористическое государство. Иначе, конечно, здесь трудно, иначе здесь, конечно, и вряд ли возможно быть, потому что само слово говорит, что террористическое государство. Просто я к чему? Зачем лицемерить? Зачем обманывать людей? Изображать из себя, знаете, чуть-то и не саму справедливость и возмущаться, когда тебя кровавыми руками по локону награждает убийца Тухаева, брать эту награду, становиться рядом, фотографироваться счастливой и возмущаться, что рядом стоит нехороший человек. Там хороших нету. Еще раз повторюсь, если бы вот с этой толпе людей награжденных хотя бы один человек был принципиальный, он бы там не стоял. Вы теперь отстранитесь от ситуации, мы говорим за Казахстан, посмотрите на Россию, что происходит. Дождь. Наталья Синдеева, по-моему, руководитель, за границу убежала. Весь корректив дождя за границей. Новая газета закрыта, Эхо Москва закрыты, какие-то принципиальные журналисты за границей. Те, которые борются с режимом, посчитали, что они там смогут, Владимир Карамуза, Яшин Илья, их арестовали, дело возбудили. Кто не успел, всех это привлекает. Ходил, хорохорился Леонид Гозман, его на 15 суток раз, 15 суток два, и он радостно убежал за границу. В России такое же политическое устройство, террористическое государство. Никакой разницы нет. Казахстан, 76-й субъект Российской Федерации, я это в 2018 году еще говорил. В этом году, в начале января, полностью власть находится в руках русского оккупационного режима Тухаева. Мы, граждане страны, это должны понимать. Если в России невозможно принципиальным журналистам работать, если в России невозможно политическим оппонентам режима работать, то с какого боку здесь, в Казахстане, который Путин рассматривает как одну из областей, вдруг будут работать какие-то оппозиционеры политики, и вдруг будут работать оппозиционные смыги. Нет, конечно. Что и требовалось доказать. Благодарю за внимание, делайте выводы, делайте правильные выводы. Если мы хотим перемен, единственная идея, единственная идеология, единственная организация, которая осуществит перемены, партия Халак-Тандау. Вступайте в ряды, партия Халак-Тандау. Мне нужно 50 тысяч, как минимум, сторонников, единомышленников, и мы совершим революцию. Благодарю за внимание. Всего доброго.